Всем привет! Продолжаем брать к Петербургу, смотреть на дома Петербурга. Набережная Крюкового канала 23. Вот что написано о нем на сайте CityWalls. Дом Марфи Фоминой, дом Суворова. Двухэтажный дом, украшенный только сандриками и нишами, построен в конце 18 века. Владельцей дома была вдова полковника Фомина Марфа Фомина. Здесь второй этаж занимала квартира оберпрокурора синода графа Хвостова. В 1780-е-90-е годы здесь останавливался, приезжая в Петербург, дядя жены Хвостова, руководец Александр Васильевич Суворов. Отсюда он отправился в знаменитый итальянский поход. Здесь и скончался в 1800-м году. В квартирах Хвостова, женатого на родной племяннице Суворова, Агриппине Ивановне, врожденной Горчаковой. В этой квартире Александр Васильевич бывал неоднократно. Здесь несколько лет жила и воспитывалась любимейшая дочь полководца Наташа. Тут он останавливался в феврале 1797 года перед ссылкой в село Кончанское. Затем два года спустя прожил около трех недель, когда был назначен командующим русскими и австрийскими войсками в Италии. Поздним вечером, 20 апреля 1800 года у дома на Крюковом канале остановился простой дорожный вазок. Из него с трудом вышел Александр Васильевич. Жизнь, полная ратного труда и последний швейцарский поход, явившись в венцо военной славы Суворова, надломил силы великого полководца. На пути в Петербург его еще поддерживало мысль о торжественной встрече русской армии, этих чуд богатырей на родине. Но Павел I не смог примириться со славой генералиссимуса и приготовление торжественной встречи в столице были в последний момент отменены. К сожалению, история не сохранила нам детального описания квартиры Хвостовых и точного указания, в какой именно жил Суворов. Второй этаж полностью перестроен. Александр Васильевич был уже смертельно болен, но оставался верен себе, мужественно перенося боли. Его лечащий врач однажды сказал Хвостову, умирающий князь, итальянский герой, в этом человеке потаенные жизненные запасы удивительные. Однако болезнь прогрессировала, наступила последняя ночь полководца. Он был беспокоен, метался, бредил. Во втором часу по полудни, 6 мая 1800 года, сердце Суворова перестало биться. Его последние слова были «генуя сражение вперед». Пять суток лежало набальзамированное тело полководца в этой комнате, где он умер. И в течение всего этого времени не прекращался поток петербургских жителей, пришедших проститься с национальным героем. На часах у подъезда дома стояла рота лейб-гвардии преображенского полка. Мемеральная доска на доме была установлена в честь 150-летия со дня смерти полководца. На ней написано «В этом доме 6 мая 1800 года скончался великий русский полководец генерализмус Александр Васильевич Суворов». Посмертная маска Суворова хранится в Государственном военно-историческом музее Суворова, построенном на собранной под подписке «Народные средства». В этом же музее выставлена гравирова дома на Крюковом канале, где провел свои последние дни полководец. Доска установлена в 1950 году, автор архитектор Варакин. В этом доме жили также архитектор Вальтер и архитектор Фельгер. Ну вот так вкратце о доме номер 23 по набережной Крюкова канала, данные сайта CityWalls. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова